Виталий Егоров Виталий Егоров Виталий Егоров Виталий Егоров Виталий Егоров Виталий Егоров Еще частная космонавтика Прославилась вот такими Экспериментами С взлетающей и садящейся ракетой На ножки И еще одна тема Сейчас про это тоже чуть-чуть поговорим Еще одна тема О которой часто иногда вспоминают Последние годы Я когда услышал, ничего себе, вообще фантастика Добыча полезных ископаемых на астероидах Звучит круто Практически реально Уже кажется, что вот-вот фантастическое кино Уже скоро сбудется Но пока Единственная частная Точнее таких компаний Объявилось две Планетарий Ресурсис и Дипспейс Индастрис И вот Планетарий Ресурсис Пока на сегодняшний день Что смогла сделать Это запустить вот такой спутник На низкую околоземную орбиту Отлетать некоторую электронику И все Никуда ничего Она не полетела Даже телескоп, который они обещали Вот такой вот Побольше запустить в космос К 15-му году Чтобы поискать Полезные астероиды Поблизости от Земли Даже это не выполнили Хотя и обещали Немного о проекте Virgin Galactic Предполагалось, что вот такой Стартующий из-под крыла самолета Ракетоплан Смоет нас Стартует он где-то с высоты 15 километров Дальше под действием ракетного двигателя Подлетает до 100 И вниз уже спускается Таким частично аэродинамическим полетом Частично просто камнем На каком-то этапе совсем вниз У него такая даже Изменяемая аэродинамика крыла Напоминающая валанчик К сожалению Вот этот корабль Который здесь показан на иллюстрации Он разрушился Во время очередных испытаний И он не слетал на высоты Выше 20 километров Дальше пока Еще не поднялись Был предшественник этого корабля Спейсшип 1 Это спейсшип 2 Спейсшип 1 поднимался на 100 километров Но свозил только двух пилотов И остался в музее До туристов не зашло Второй вот пока не долетел Посадка Мягкая посадка Ракетной ступени Когда-то казалась фантастикой Я это еще только в мультфильмах видел Совсем недавно фантастика стала реальностью Более того Пару недель назад Дважды слетала Одна и та же ступень И смогла обратно вернуться В ожиданиях разработчика Или инициатора этого проекта Создателя фирмы SpaceX Илона Маска Подобная схема должна По первоначальным его заявлениям Позволяла снизить стоимость ракеты В 10 раз Что звучало интересно И обнадеживающе Но пока Насколько известно Вот вторая Вторично слетавшая ракета Позволила снизить стоимость Примерно на 10% Для заказчика Но реально С точки зрения рынка Снижать дальше не надо Если у вас и так Ракета самая дешевая на рынке Вам незачем дальше сбивать цену Потому что зачем Вы так лучше всех конкурентов К вам и так идет поток заказчиков А реальную экономию Мы на самом деле не знаем И наверное до конца не знает сама компания Потому что Это еще экспериментальная Эксплуатация И что там будет в конечном счете Какие подводные камни выползут Я думаю они еще сами не знают Но продолжение подобных экспериментов Позволяет им Узнать больше И самое главное Во время каждого из Вот таких испытаний Они умудряются запускать Полезную нагрузку То есть на каждом из испытательных полетов Они зарабатывают живые деньги Либо от госзаказа Либо от частных заказов И в общем-то Такие испытания Всем только могут быть Только мечтать На которые ты тратишь А на которых ты зарабатываешь Но если идти дальше И задуматься о том Как в принципе сейчас зарабатывают Из космоса Сначала мы поговорим об этом Сейчас важный Важный переворот Который случился в космической деятельности В начале 21 века Космос начал приносить деньги Космос Вот где-то с 2000-х годов Ежегодно Космос Различным коммерческим компаниям Приносит денег больше Чем государство В него вкладывают Сейчас распределение Примерно вот такое Меньше четверти Всех денег в космос Вкладывает государство Все остальное зарабатывается Зарабатывается на предоставлении услуг И мы сейчас как раз об этом поговорим На чем зарабатывают Самая большая часть Это предоставление услуг Это услуги навигации Услуги телекоммуникации Посмотрели телевизор Посмотрели там футбольный матч По спутниковому каналу Заплатили за это 50 рублей в месяц Все Вы оплатили космонавтику Коммерческую космонавтику Вы позволили заработать кому-то На космосе Съездили на Яндекс.Такси То же самое Вы воспользовались космосом Вы внесли свой вклад Расплатились Внесли свой вклад в эту космонавтику Именно в коммерческую космонавтику И в извлечение дохода Из космической деятельности Но в целом Работа с железом Что называется Производство спутников Производство ракет Запуск спутников Этими ракетами Занимает Вот примерно 33% При этом далеко не все Эти деньги опять-таки Государственные В год летает Примерно 20 ракет Оплаченных частными деньгами Коммерческими деньгами Для запуска спутников Съемки Земли Спутников Телекоммуникации Это самый главный Самый большой кусок денег На геостационарной орбите Производится Телекоммуникационными спутниками Там и спутниковый интернет Входит Но по большей части Это спутниковое телевидение Примерно 100 миллиардов долларов Спутниковое телевидение Позволяет зарабатывать ежегодно Услуги операторов В данном случае Здесь можно перечислить Компании Которые занимаются Съемкой Земли Там Digital Globe Наиболее крупнейшая Несмотря на то Что они Для Google Например Для Google Карт Предоставляют снимки Самый большой кусок доходов У них Это из Пентагона То есть Это частные Космические Коммерческие Спутники Шпионы Которые работают И на На нас На Google На Google Карты И на Пентагон Позволяют Фотографировать Много кого Внизу Но Как говорится Газету они пока Прочитать не могут Но Как сами говорят Люди Которые Используют Эти снимки Лысого От волосатого Отличить уже можно Если говорить О том Что такое Частная космонавтика И как Почему они Говорили сейчас Если деньги Извлекаются Уже там Еще в общем С конца 20 века Началось Сейчас еще Больше Сталось Частная космонавтика Это новшество Для Собственно Для России Для нас Привычна Государственная Космонавтика Государственные Предприятия Госзаказ Государственные Спутники Государственные Корабли А частная То Во что Вложены Частные Деньги Негосударственные По сути На Западе По сути Вся Космонавтика Частная Была Всегда Лунная Программа Посадка Человека На Луну Шаттлы Все это Производилось Частными Компаниями Но По сути Заказывалось Контролировалось Производство Эксплуатировалось Государственной Организацией Государственным Агентством НАСА То есть НАСА Распределяло Деньги Контролировало Изготовление И использовало Изготовленное Эксплуатировало И вот Те Компании Которые Сформировались Еще в 20 Веке На крупных Голосзаказах На многомиллиардных Заказах Производство Шаттл Боинг Точнее Хаббл Космический Телескоп В принципе Диджитлоглоб Те же самые Спутники Для съемки Земли Ракеты Все что Было до того Все это Это уже Крупные Компании Занимающиеся Не только Как Боинг Он и самолеты Делает И космические Станции Это называлось Для Америки Вот это разделение Частная космонавтика Не очень понятно Там и то и то Частная по сути Поэтому там есть Категория Old Space Так называемая Старый космос А новые частные Компании Которые появились Последние годы Их называют New Space Отличие их в том Что они Могут идти В те сегменты Которых Не было По сути Раньше Не было Туда Где не занималось Государство Или не вкладывало Деньги Достаточно Например Там Надо спутники Микроспутники Микроракеты В США Много с ракетами Экспериментировали И самая сейчас Легкая действующая Ракета Поднимает 400 килограмм На низкую Околоземную орбиту Pegasus А вот например Компания Rocket Lab Она делает Ракету Которая 200 килограмм Выводит на низкую Околоземную орбиту Но правда Стоит в 10 раз Дешевле Pegasus А выводит В два раза меньше И это частная Компания Которая Полностью Инвестирована Частными Инвесторами И государство Может быть В будущем Когда-нибудь Закажет что-нибудь У этой компании Но при этом Не Не заказывала Изначально Создание этой ракеты Все это было Профинансировано Частниками Вот тоже Planet Labs Вот они создают Вот такие Вот это Реальный спутник Человек держит в руках Это кстати инвестор Который 100 миллионов долларов В них вложил Сейчас таких спутничков Летает на орбите 120 штук Они снимают землю Не с такой детализации Чтобы можно было Рассмотреть людей У них детализация Примерно 5 метров Это грузовик В виде одной точки Мы сможем рассмотреть Легковушку Ну там если она Контрастный оттенок имеет Или если хорошее освещение И хорошая Прозрачность воздуха При этом При таком качестве Недостаточно там Высоком Какой-то сверхдетальной съемки Они готовы снимать Ставят цель снимать Всю сушу с земли Каждые сутки Сейчас они фактически Могут снимать Каждую неделю То есть свои собственные Свои собственные Гугл-карты Всей земли Собирать Одну в неделю И с такой частотой Обновлять То есть здесь Можно заработать Как раз Не на сверхдетальной съемке А на анализе Процессов Проходящих На поверхности В течение В течение Какого-то Длительного Времени Чем дольше Мы наблюдаем Чем больше Мы имеем Архив Наблюдений Тем больше Можно извлекать От этого Доход От совершенно Широчайшего Круга заказчиков При том Что это Вся земля То есть Любой заказчик Вряд ли они Конечно Примут заказ У какого-нибудь Иранского Шейха Но в принципе Если белорусы Захотят посмотреть Что там делается Например В Новой Зеландии Они смогут легко Обратиться в эту компанию И получить Нужный ответ При этом Вот эти новые компании В которые Изначально Стали вкладывать Частники Развились уже Некоторые До такой степени Что Их уже сложно Сейчас Отличить От тех Самых Что я назвал Old Space То есть SpaceX точно так же Делает ракеты Как Boeing Компания Bigelow Полмиллиарда Долларов Вложила В свою Технологию Которую В общем-то Позаимствовала У NASA Доработала И разрабатывает Готовится Создавать Фактически Частную Орбитальную Станцию По сути Гостиницу Частную Космическую Пока Нам показывают Птичек Пока Компания Bigelow Создала Один Реальный Модуль Для МКС Небольшой Надувной Модуль Экспериментальный Но по сути Они уже Могут Это делать И вот сейчас Он уже Год прошел Как они Его Эксплуатируют И проверяют Насколько Он работает Он действительно Не прохудился Он действительно Позволяет Работать В нем Так же Как Обычный Металлический Модуль И в перспективе Они могут Это делать При этом Как я уже Сказал Компания Взяла Технологию У НАСА Полмиллиарда Долларов В нее Вложила Сама Чтобы Доработать И сейчас Вот они Сделали Этот модуль По-моему За 17 Миллионов Долларов Для государства То есть Государство Оплатило им Его Но при этом Не Не настолько Чтобы окупить Всю эту технологию Так Ну что там У нас Отлично Еще есть Одна компания Orbital Она в общем Началась Еще в 90-е Годы Если Спейс Игн Родился В 2002 То Orbital Побольше Они Брали Много Конверсионных Ракет В частности Pegasus Это их Ракета Стартующая Из-под крыла Они Испытывали Еще на Баллистическом На Баллистическом Стратегическом Самолете На Боинге На Б-52 Ну что там Выиграли Контракт Сейчас Тоже В 2000 Году Выиграли Контракт На Грузовое Снабжение Станции МКС И сейчас Это Выполняют Нажмите F Нажмите Escape А потом F5 Так Сделает Сделает RDS 181 Корпус Ракету Им Делают В Украине Сам Корабль Корпус Корабля Им Делают Во Франции В Талис Олении И все Это Вместе Собирается В американскую Частную Ракету Ракету Сейчас Да У них Продолжают Они Эксплуатировать Российские Двигатели И точно Так же Украина Им делает Собственно Корпус Ракеты Ну при этом Только госзаказ Никаких Коммерческих Заказов Ни шагу В сторону Вот подход Нового Новой Космонавтики New Space И Old Space В общем-то Их можно было В Old Отнести Потому что Они Еще в 90-е Начали действовать И вот Такой подход Когда человек Инвестирует И он знает Зачем он это делает Не только Под госзаказ А под свою Собственную деятельность Это и подход Как раз Новой космонавтики Которая не надеется Жить за счет Госзаказа А ищет Заказы Уже Предоставляя услуги В общем-то Всем Кто готов Ими воспользоваться А для того Чтобы хорошо заработать Нужно расширять Спектр этих услуг В общем Сейчас мы И поговорим Что делать Как зарабатывать На космосе Вот один из примеров Вот здесь Серийная съемка Одного и того же места Наблюдая перемены Которые происходят Мы можем Делать вывод О том Пытаться Каким-то образом Извлекать из этого Выгоду Если Военная выгода Тут понятна Если мы видим Можем там Видить перемещение Сил противника Это можно как-то Использовать Но для частной Для То что называется Корпоративная разведка Это далеко Давно не секрет Точно так же Там например Инвесторы могут Следить за Наполняемостью Автостоянок Гипермаркетов Из этого получать Данные о том Насколько их популярны На какая у них Там может быть выручка Можно следить Точно так же За грузовыми судами Узнавая перемещение Самый экзотический Способ Который я видел Как раз Используется для спутников В которой самая высокая детальная съемка Это футбольные команды Шпионят За своими конкурирующими Футбольными командами Чтобы понять Какую Тактику Расстановку Они используют И тренируют На своем На своем поле Реально Заказы такие есть И компании Для съемки Земли Выполняют Низкоорбитальный интернет Это самая модная фишка Которую можно сейчас Придумать Про космос Как заработать там Большое баблище Геостационарная орбита Она практически насыщена Там каждое место Занято Все спутники Толкаются С друг с другом Грубо говоря Если один уходит Его тут же нужно Подменить другим Если ты не успеваешь Это сделать У тебя место уходит Туда прилетает Чужой спутник И ты уже теряешь Свой доход Там все строго Но есть проблемы Особенно с интернетом Чем севернее Тем хуже Интернет спутниковый Тебе надо больше Вышку поднимать Чтобы принимать Сигнал Задержка сигнала Между геостационарной Орбитой Уже сказывается И там В онлайн стрелялке Уже не поиграешь Решение Передавать Транслировать С низкой орбиты Первая попытка Называлась Иридиум Они летают до сих пор Они делали ставку На телефонию Низкоорбитальную Спутниковую Запускались Еще в конце 90-х И полностью Прогорели Их убила Билла Сотовая связь Новое Перерождение Подобной Затеи Но если Иридиум Запускал 75 у них Спутников Было Сейчас там Около того По-моему Сейчас даже Побольше Новые Начали выводить У этих ребят Планы более Амбициозные Компания OneWeb Проект Который вложен Уже Порядка Полутора Миллиардов Долларов Они хотят Запустить 2000 спутников Компания SpaceX Икс тоже в это дело Вписывается Их софинансирует Google Они Пока Точного Количества Спутников Не заявляли Но Заявку В управление Связи В США Подали на 12 тысяч Спутников Это какое-то Безумное количество Сейчас всего Полторы тысячи Спутников Действует на Орбите И каждый Такой проект Более чем Вдвое увеличит Весь Количество Работающих Спутников Что там будет Твориться Сложно Предсказывать Но пока Они как-то Не задумываются Об этом А только Строят планы Привлекают Деньги Серьезные Разрабатывают Спутники И готовы Начинать И готовы Что Миллиарды Долларов На этом Зарабатывать И вкладываются Соответственно Еще Перспективное Направление О котором Пока Уже все Это работает Уже Применяется Но в очень Малых Сегментах То что называется Телеметрия Или будущее Название Там есть еще М2M Телематика Машин Машин Передача данных Между автоматическими Системами Какой-нибудь Датчик Грубо говоря Какой-нибудь Буй в море Или автоматическая Нефтяная вышка Которая качает И должна передавать Данные о своем Состоянии Не вышка А насос Насосная станция Грубо говоря Потом еще есть Возможность Спутниковая Сигнализация Слышали о таком Вот это тоже самое Передача данных Между двумя Техническими Системами Без обхода Человека То есть автоматическое Передающих устройств То есть сейчас У нас в кармане Смартфон И вроде все Там ожидается Что у нас куртки Будут передавать Данные в погодные службы О том что у нас На улице Там какая-нибудь Нательный крестик Будет передавать Данные В медицинские службы О вашей кардиограмме Там ботинки Будут передавать Данные производителю Этих ботинок О том как они Эксплуатируются И что нужно менять Пока это смотрится Кажется фантастикой Но чипы мельчают Энергопотребление Их мельчает В этих самых В ошейниках Собак Уже можно чипы Встраивать И следить за ними Со спутника И ожидается Что это будет Намного сильнее Расширяться И большая часть Этой информации Снова пойдет Через интернет Соответственно Мало того чтобы Запустить интернет Спутники Для того чтобы Было удобнее Там в стрелялке Играться Еще вот для всего этого Чтобы во время Пока вы там Гоняетесь за Не знаю С соседом По подъезду Или там По другой части Планеты С вас Куча информации Передается о том Что вы бездействуете И пора вас Выгнать на пробежку Или что-нибудь Вроде этого Куча всего Куча информации Предполагается Обо всем В том числе О нас То есть забудьте О конфиденциальности Если вы думаете Что Переживаете о том Что вас со спутника Опознают Это самое наименьшее Что с нами может Произойти Все За нами уже Полную Можно слежку Через смартфон Устраивать А впереди Будет еще хуже Так что готовь И учитесь И кто-то На этом уже думает Как зарабатывать А не о том Как от всего этого Спрятаться Теперь про Россию Что у нас ожидается Что у нас уже есть Если мы возьмем Те же самые сегменты Вот про операторы Про использование Спутниковой съемки Сейчас как оказалось Единство Здесь конечно Их сложно назвать Перечисленные Сложно назвать Космическими компаниями Но они зарабатывают Вот Если посмотреть То В космосе зарабатывают Те кто не делают Ракеты и спутники Вот По крайней мере Про Россию Это верно Те кто используют Космос на Земле Те зарабатывают Те кто начинает Заниматься спутниками И ракетами Те уходят в убыток И пока В плюс не выше Немного перечислю Сканок Совзонд Это компании Которые Предоставляют услуги Спутниковой съемки Если вам нужно Узнать Какую-нибудь Получить Снимок России Или любого Другого места На Земле В достаточно Высоком качестве Это к ним Если вам нужно Получить карту Какой-нибудь Области С распределением Лесных насаждений Или Геологически Интересных Для разработки Участков Или мусорных В свалок Например Заказчики Разные В том числе Государственные Службы Это к ним В принципе Можно конечно Добыть снимок Из космоса Достаточно Высокого Качества Без них Можно даже Заказать Напрямую В тот же Digital Group Обратиться У них есть Отдельное поле Вводишь Необходимые данные Данные Из карточки За несколько долларов Тебе пришлют Один квадратный километр Можно это сделать Но обычно Для коммерческих Заказчиков Для государственных Заказчиков Проще работать Вот так Например Если вы откроете Яндекс карты Внизу Вы увидите Надпись ScanX Яндекс карты Собраны При помощи ScanX И в Яндекс картах Нет фотографий С российских спутников Потому что Ни у ScanX Ни у Совзонда Нет Своих спутников И лишь В декабре Прошлого года По-моему ScanX Подписал Соглашение С Роскосмосом О том Что он начнет Использовать Снимки Со спутника Роскосмоса В том числе Самарских ресурсов Но пока Нет Или вот только Только начал Все что в Яндекс картах Это не наши спутники Которые Используют ScanX И Совзонда По договоренности С владельцами Этих спутников Там Отношения простые Операторские Ты заключаешь договор Ставишь антенну Либо тебе ставят антенну Либо ты ставишь свою Спутники летают над тобой Ты отправляешь заказ На следующем прилете Либо проверяешь Просто архив Слингов Есть ли там Нужное тебе место Либо отправляешь заказ И когда он снят Он выполнен Ты его скачиваешь Во время очередного пролета Спутника Все просто Можно зарабатывать Не запуская спутники Именно они Этим и занимаются Дальше мы поговорим Про железячников Про те Кто делает железо Те кто не зарабатывает Но надеются Этим заработать И те О ком собственно и говорят Частная космонавтика России Самый крупный Частный Теперь уже оператор Который Если мы будем говорить Мы там Пойдем Будем делать обзор По степени Вложенности Инвестиций Кто больше вложил Тот Попал на первое место На второе и дальше И больше всего денег Вложили в морской старт Вот такой картины Пока мы не видели Зеленых ракет С-7 Все видели зеленые самолеты С-7 А теперь будут зеленые ракеты Ну или по крайней мере Мы можем пока сейчас Их вот так представить Но ракеты от С-7 Рано или поздно полетят Первые будут заказаны На Южмаше Как и Зениты Которые летали морским стартом Потом Энергия обещает Сделать российский аналог Чтобы все туда встало На посадочное место Как полагается И полетело В интересах частного заказчика Государственная ракета Частный оператор пуска И в общем Частно-государственное партнерство Космодром им продали Ракет у них сейчас нету Ну вот в общем интересно Они такой кораблик Себе приобрели Для путешествия по Тихому локеану Пока они построят ракет новых Но при этом Сам проект морской старт Он создан был в 90-е Был всегда убыточным Ни одного года Он не зарабатывал Около 30 спутников 30 ракет было выведено Две из них Было выведено В Тихий океан Несмотря на Деятельность Которая Производилась То есть Доход был Но он не превысил Расходы И проект Всегда был убыточный В 2013 году Обанкротился Долго висел На балансе У Роскосмоса У Энергии Там были еще Долгов к нему Прицеплено 300 миллионов Которые надо было Боингу отдать Который совместно Вкладывался изначально В этот проект В конечном счете С Боингом договорились Поменялись На места в Союзе На МКС И отдали Со спокойной душой Этот космодром Частнику Что он будет С ним делать Пока непонятно Но вот Тогда еще SpaceX не было Со своими дешевыми Ракетами Сейчас Конкуренция Будет еще более Жесткая Я надеюсь Что Магия зеленого цвета Которая помогла В авиации Компании С7 Что она сработает И в ракетах Следующий По части Вложенных инвестиций В общем Компания Где я работаю Даурия Сейчас Три спутника На орбите Ну они такие Экспериментальные Получили Собственно Доходы с них Компания не получила Только два Смогла продать Американской компании Тоже там По сути Это была лицензия На спутники Они сами спутники И спутники Но от них тоже Толку немного Два вот таких Спутника МКН Изготовлены По заказу Роскосмоса Этим летом Должны полететь Спутника Аурига Здесь МКН Наверное В реальности Он даже чуть-чуть Поменьше Чем на снимке Вот Аурига Примерно Один к одному Здесь видно Это спутник Для съемки Земли Аурига Для съемки Она тоже В софинансирование С государством Производится Туда Фонд Сколкова Вложился Фонд Вебинновации Вложились То же самое Разработка Для В общем Испытания Технологии И для Демонстрации Того Какие спутники Можно производить С каким качеством Они будут снимать Чтобы потом Найти заказчика Под эти спутники Или под данные С этих спутников И производить Их В общем-то На этом Зарабатывать То же самое Собственная Разработка Пока к сожалению До железа Не дошла Но я думаю В этом году В следующем Начнется Первая работа По железу Именно А не только С конструкторской Документацией Проект Атом Это уже Взрослый Проект По сути Если это Наноспутник Микроспутник То тут Его масса Должна доходить До тонны Размак Между батареями 19 метров Такая штука Серьезная Как раз Для телекоммуникации Но Пока Заказчика На него нет Хотя Переговоры И с индийцами Велизе С китайцами С Южной Африкой Но пока Того Кто уже дал бы Живые деньги Не нашлось Но компания Над ним Продолжает работать На собственные В общем-то Инвестиции Поэтому Толком не зарабатывает Вкладывает Под будущее В надежде Что найдется Заказчик Который Позволит Построить его И заработать На этом Вот здесь Дивка того Как собирается Наноспутник Как раз Здесь уже Окончательная сборка Просто Солнечные панели Прилажат Прикладываются Вот так Он выглядит В стиме Это три камеры Они просто Скотчем Таким Закрыты Защитным А так Это трехканальная Съемка В ближнем Инфракрасном Красном И зеленом Диапазоне Которая Позволяет Снимать Для В общем В интересах Сельского хозяйства Прежде всего Еще лесное хозяйство Туда Подойдет Ну и в принципе 22 метра Разрешения Не так много Но Для полей И для такого Общего обзора Местности Пойдет И спрос на Одно Такие данные Есть Еще одна Компания Тоже интересная Космокурс Вот я там Сказал Частный Туризм Космический Пока не реализован Ближе всего Прошла Компания Blue Origin Российский Стартап Космокурс Он фактически Делает То же самое Многоразовая Ракета Которая Садится На ножки Вот там На схеме Видно Вот она Взлетает На высоту 40 километров Чуть больше На высоту 150 километров Подкидывает Капсулу С людьми Люди Превышая 100 километров Кричат Ура Мы в космосе Возвращаются Обратно Там На этапе Баллистического Спуска Фактически Они находятся В состоянии Невесомости Примерно 5 минут Вот так Они это Переживают Потом Нужно Запрыгнуть В свои кресла Чтобы пережить Встречу С землей Посадка Предполагается Парашютная С торможением Жидкостными Ракетными Двигателями На Финальном Этапе В общем-то Не сильно Отличается От Компании Проекта Blue Origin Там Некоторые Улучшения Есть В части Двигателей Высота У них Побольше Заявлено Там 150 Километров 100 километров У Blue Origin Здесь 150 Или 200 Но Blue Origin Ракету В прошлом Году Запустила Пять раз Она у них Слетала То есть Многоразовость Уже Подтверждена Капсулу Часть Посадочную Систему На капсуле Они в прошлом Году Тоже Испытывали И в этом Году Уже Собираются Полную Систему Испытать И может Быть Даже Первых Людей Свозить У Павла Пушкина У этого Проекта Первый Полет Готовая Система Назначен На 2020 При этом Они надеются Найти Стоимость Билета 250 Тысяч Долларов И они надеются Найти 700 Пассажиров В год Задачка Такая Амбициозная На самом деле Но они Говорят Что Тот же Blue Origin Считает 1500 Человек В год Ну Посмотрим Я Прям Я ему Говорю Ты хотя бы Там Как оцениваешь Вообще объективно Такие мощности Ну да Мы считали Вот там Так получается Ну смотри Если считали Компания Спутник Тоже достаточно Интересный проект С Даурии Начинали Практически Стартовали Один в один Спутник Запустили Практически В одно время Они нас Немного Обогнали У нас В начале Июля полетело А у них В конце июня Вот такая Гонка была Изначально У нас Просто Вылет Выдержали А они Успели Подсветиться Ну первый частный Спутник Их Не спорим Да Спутник С компанией Первая частная Российская компания Запустившая Спутник На орбиту Но этот Спутник Стал их Как первым Так и последним Потом Они не нашли Заказчиков Не нашли Инвесторов Сейчас уже Нашли Но вот Несколько лет Они развивались Работая По учебным Проектам Они строили Стенды По-моему Даже в Самару Если не ошибаюсь Поставили стенд Для испытания Микроспутников Ставили Небольшие ЦУПы Для школ Для институтов Такие Которые Позволяют Попринимать Сигналы С геостационарных Аппаратов Метеорологических Попринимать Сигналы С любительских Спутников На любительской Частоте Которые Вещают На низкой Околоземной Орбите Разрабатывали Свою платформу Но самый успешный У них Наверное Проект Пошел Проект Орбита Они делали По сути Конструкторы Таких Позволяющие Делать Функциональные Макеты Космических Аппаратов То есть Там были Маховики Там Цифровая Бортовая Цифровая Машина Гироскопы То есть По сути Они делали Такой Двигательной Становки Не были Они делали Рабочий Макет Мискорбитального Околоземного Космического Аппарата И они Очень интересно Даже работали Я видел Демонстрацию Просто Они на шнурке Его подвешивают И следят Прожектором И дают ему Задачу Построить Солнечную Ориентацию Он Вертится Нашаривает Прожектор Солнечными Датчиками И фиксируется Начинаешь Вводить Прожектором Он Начинает Ловить И ходить За ним Очень интересно Солнечный Датчик Двигатели Маховики И эта штука Хорошо пошла Как образовательный Проект Для школ Для институтов Минобразование Им это Финансировало Такие Конструкторы Покупали Институты Школы Опять-таки Различные Конкурсы Для всякой Продвинутой Молодежи Которые Сейчас Стали Набирать Обороты В России И ребята Прям Даже народ Набирали В общем Не космос Но космическая Компания У них лицензия Есть Роскосмос На деятельность И в общем Работали Но где-то Наверное полгода Назад На них Нашелся Инвестор Вроде бы Неизвестно Сколько На самом деле Вложил Купил 60% Собственной Компании И Сейчас Вот последняя Новость От них Была Где-то Месяц Наверное Назад Даже меньше Наверное Мы запускаем 200 спутников Для интернета Вещей Ну окей Ребята Посмотрим Как это у вас Получится И сколько Их будет На самом деле Заявка Такая Серьезная Амбициозная Сейчас еще Про одних Заявивших Подобное Поговорим Как раз Еще Компания Лин Индастриал Больше всего Она прославилась Тем что Попыталась Испытать Ракетный Двигатель В Москве И От этого Пострадал Человек От успешного Точнее неуспешного Испытания У них он успешно Взорвался Деталь Пролетела 20 метров Пробила Забор Пробила Сторожку В которой Сидели мужики Которые вообще Не представляли Что там У них В соседнем Дворе Происходит И попала В руку Серьезно Повредила Руку Изначально Писали Что все Рука Потеряна Потом Все-таки Пошли с ними На мировую Вроде Спасли руку Но реально Испытывать Двигатель На московской Промзоне Потому что Не смогли договориться Ни с каким Полигоном Потому что Торопились Защитить проект Перед инвесторами Чтобы получить Выйти на очередной Этап финансирования В общем Погорячились Ребята Поторопились Недооценили Глубину Проработки Своей Конструкции Своего двигателя Ну в общем Поплатились Сейчас вроде бы Говорят Что угрозы Уголовного Преследования На них уже нет Но вот такой След за ними Остался В общем А задача была Ну тоже Как раз Замахом На микроспутники Сделать ракету Которая бы выводила В минимальной Комплектации 10 килограмм На низкую Околоземную орбиту В максимальной Комплектации 100 килограмм Совсем мало Но у компании Рокетлаб Который я уже Упоминал Это самый успешный Проект В таком Микроракетном Направлении Пока Большим Ну точнее Потом Появилась еще Одна космическая Компания Подобного Типа Которая Собирается делать Микроракету К сожалению Я не успел Вставить слайд Про нее НТСР Ракетные технологии В то же самое Время Где-то На своем полигоне Как они сказали Ну на самом деле Неизвестно где Просто у них ничего Не взорвалось Двигатель был нормально Испытан Но Видео Которое они показали Где-то там Вот так На дальнем плане Огни пятиэтажки Видны все-таки Вот Если бы у них Неуспешно прошло Испытание Может быть мы тоже О них много Нового узнали В новостях Но Они по-тихому Испытали Показали видео Что вот Мол У нас все нормально Мы значит Ракетные компании Готовы Бороться За будущий рынок Запуска Микроспутников Ну Успехов Компании Елини На сегодняшний день Про них Всерьез Как о космической компании Говорить не приходится Но История Неуспеха Намного ценнее Чем история успеха Или история Развития Скажем так Они Взялись В них было Изначально вложено Около 2-3 миллионов Долларов Они взялись Сделать Компанию Обеспечивающую Построить Спутниковую Группировку Обеспечивающую Спутниковый Интернет То есть Идея Перспективная На Западе В нее Вложены Миллиарды Уже не меньше 2-х миллиардов Точно В две разные Компании В них Вложено 2 миллиона При этом Когда я с ними Общался Инженеры Были уверены В своих силах А инициаторы Которые Не имеют Космического Образования Но при этом Прочитали Несколько книжек Про космос Или про частную Космонавтику Загорелись Этим делом Они прям Были Очень амбициозны И очень Уверены В себе Но когда Они сделали Презентацию Своего проекта С точки зрения Пиара И с точки зрения Вот шоу Презентация Была просто Отличная В лучших Традициях Просто Кремниевой долины Сначала Был показан Видео О том Как мир изменился Через 20 лет После запуска Этой системы Все связывается Там Тут человек Не успел ногу сломать Уже Скорая выезжает Его спасать В общем Все Спасли мир Потом Вышел Молодой Амбициозный Инициатор Всего этого Проекта Рассказал О том О том Как они Продвигаются В проекте Какие они Технологии Используют Там Межспутниковая Лазерная Связь Фазированная Антенная Решетка Там Военные Технологии Еще советские Которые Они используют В этой Технологии Но Уже Тогда Было Понятно Что Есть Проблемы С этим Проектом И Самое Для меня Когда я понял Что С этими Ребятами Мы Далеко Не улетим Когда он Сказал Что Мы Что-то Типа Мы Лучшие В мире Эксперты По Низкоорбитальной Спутниковой Связи Я подумал Ребята Вы еще Ни одного Спутника Не запустили Такие вещи Всерьез Говорите И Они Сделали Неправильно Они На эту Презентацию Позвали Инвесторов И Экспертов Которые Разбирались В космонавтике Гораздо Лучше Меня И Тоже Это Поняли В этот Момент А потом Инвесторы Эксперты Вышли Попить Чаю Инвесторы Спросили Ну Че Эксперты Сказали Не Ну Вот В общем И все Денег Они Не Нашли Эта Компания Естественно Спутников Они Не Запустили И Те Технологии О которых Они Собирались В принципе То что Они Говорили Ну Можно Сделать Но Физика Не Противоречит Но Не За 3 Миллиона А За 3 Миллиарда Можно Было Быть Все О чем Они Говорили Но Об Это Стоило Говорить Когда Хотя Один Спутник Запустил Протестировал И Он Показал Выдающиеся Результаты После Эксперты В мировой Межспутник В связи Низкоорбитальной Все Мы Готовы Не Получилось И Сейчас По-моему В 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 Такой Сайт Про Стартапы Достаточно Популярный Раньше Назывался Цукерберг Позвонит Можно Прочитать Интервью Вот Этого Инициатора Где Он Пытается Проводить Делать Работу Над Ошибкой Но Самая Большая Ошибка То Что Он Переоценил Свои Возможности И Это Делал Не Про Себя А В Открытую Не Надо Было Так Хвалиться Реально Ничего Еще Не Сделал Компания Азмерит Пока Ничего В Космос Не Запустила Пока Даже Ни Одного Спутника Не Сделала И Собственно Даже Не Собирается Делать Но В Мой Обзор Она Попала Таких Компаний Много Которых Занимаются Каким Отдельным Компонентом И Надеются Найти Своих Заказчиков Но В Мой Обзор Она Попала Не Случайно Это Сколковский Стартап Выросший Из группы Студентов МГУ Студентов Аспиратов МГУ Которые Что-то Разработали На базе МГУ Потом Поняли Что им Нужные Деньги Нужна Коммерциализация Их Разработки Сделали Звездный Датчик Вот Такой Звездный Датчик В мире Сейчас Для Спутника В мире Сейчас У них Только Один Конкурент Но Этот Конкурент Уже По Несколько Десятков Звездных Датчиков Продает Они Сделали Фактически Здесь Даже Просто Макет Габаритный Может Габаритного Астера Они Сделали Некий Прототип Показав Что Да Вот Мы Можем Сделать Звездный Датчик Потом Им Понадобились Деньги На серию Например Они Приходили В Даури Говорят Давайте Мы Сделаем Звездный Датчик Окей Делай Вот Спутник Аурига Изначально Под него И тут Выясняется Что У них Нет Звездного Датчика Они Не Могут Его Сделать Им Нужны Деньги На Продолжение Разработок Инвестировать В это Компания Не была Готова Ни наша Никакая Другая И вот Такой Путь От Получения Создания Первого Прототипа Даже Запуска Что Сделал Спутник Мы Сейчас Об этом Чуть Позже Поговорим Может Пройти В принципе Несложно Пройти Для Компании В России То есть Группу Инженеров Найти Хороших Можно Собрать Прототип Какой-то Можно Найти Первый Миллион Долларов Даже На этот Прототип Можно А вот Дальше Выйти На Серию Чтобы Получить Конкретные Заказы То есть Даже Сделаешь Этот Спутник Придешь В Роскосмос Роскосмос Скажет Не спутник Датчик Роскосмос Скажет Окей Мне Нужно В год 30 штук Готов Поставить Нет Потому Что До Серии Еще Нужно Пройти Один этап И Вот Эти Ребята Уперлись В этот Потолок И Тут Мы Наверное Увидели Первый Результат Или Один Из Первых Результатов Реформы Роскосмоса Раньше Это Было Федеральное Космическое Агентство Сейчас Госкорпорация И Одно Из Подразделений Госкорпорации Роскосмос Российские Космические Системы Инвестировала Как В общем По-серьезному И надо Делать В стартап Купила Часть Этой Компании И Проинвестировала Необходимые Средства Для Продолжения Этой Деятельности И Сейчас Вот Это Можно Назвать Одним Из Успешных Российских Частных Стартапов Ну Может Спутник Тоже Можно Назвать Потому Что В них Тоже Вложил Другой Частник А Вот Здесь Как раз Госкорпорация Инвестирует Частную Частный Стартап Это Уникальное Событие Для Для России И Очень Позитивное Событие Хоть Оно И одно Но Если У этих Получится Такие Инвестиции Пойдут И в Другие Проекты Если Они Есть Если Они Действительно Достойны И Это Обнадеживает Ну А Дальше А Нет Вот Галактика Как раз Компания Которая Появилась Ниоткуда Заявила Все планы Какие только Можно сделать В частном Космосе Низкорбитальный Интернет Спутниковая Связь Спутниковая Съемка Запуск Микоракет То есть Все Что Частники Только Делают В мире Они Готовы Делать Деньги Вроде У них На это Есть Но Непонятно Сколько Вот Они Как раз Вложились В Спутник Они Купили Еще ряд Стартапов Которые Готовы Заниматься Космосом И Ну вот Проект Собственно Вот этот Проект Низкорбитального Интернета Вещей 200 спутников Который Будет Сделать Спутник Сфинансируется Ими Ну Серьезно Конечно Интересный Проект И Хотелось Чтобы У них Что-то Получилось Но Пока Они Слишком Такая Темная Лошадка На Рынке Частном Космическом Рынке Хоть и Не Таком Большом Российском Мне Пока Сложно Говорить Насколько Перспектива Насколько У них Амбиции Соответствуют Их Финансам И Насколько Они Готовы Действительно В это Вкладывать Не Разочаруются Ли В этом Через Год Ну Посмотрим На самом Деле Здесь Пусть Расцветают 100 Цветов И Хотелось Чтобы Какой-то Успех Был Но Хотя Пусть Маленький Один Спутник Запустят Уже Посмотрим Насколько Они Всерьез Относятся Ко всему Этому И Дальше Я набросал Такую Схему Анализируя Все Что у нас Проходит На российском Рынке И Подсказывая Может быть Наверное Если Среди Собравшихся Есть люди Готовые Начать Какой-нибудь Свой Космический Проект А В городе С таким Космическим Потенциалом Я надеюсь Такие люди Здесь есть Я набросал Некую схему Пути К успеху Российского Частного Космического Стартапа Я готовлю Аудиторию К этому Потому что Там не совсем Все Научно Или Не совсем Все бизнесово Но я объясню Начать Можно Два пути Как можно Начать В России Либо Есть Бизнесмен С деньгами Который Хочет Заняться Космосом Либо Есть Группа Студентов Аспирантов Инженеров Умеющих Паять Знающих Что такое Космонавтика И желающих Как-то Реализовать Себя В частной Космонавтике Лучше Всего Когда Происходит Симбиоз Когда Человек С деньгами Приходит К Инженерам Или Когда Инженеры Приходят К человеку С деньгами И Первый Шаг Они Идут Уже Делают Вместе Можно Делать По Отдельности Пример Из Мелита Как Группы Команды Людей Умеющих Паять Движущих К успеху Это Позволено Делать По крайней мере Пройти Первый Шаг Даже Второй Получается Таурия Начиналась С группы Бизнесменов Имеющих Деньги И желающих Вложиться Но Они Нашли Такую Группу Инженеров Которая Готова Была Заниматься По проекту И тоже Получилось Двигаться Вперед По крайней мере Точно так же Пройти Успешно До второго Этапа Потом Можно В принципе Найти Если проект Перспективный Интересный Если команда Дедна Что сплоченная Профессиональная Можно найти Деньги От частных Инвесторов Реально Не миллиарды Но миллионы А в перспективе Там Десять Или несколько Десятков Миллионов Долларов В России Найти можно Если главное Убедить Что ваш проект Заработает Что он будет Зарабатывать Что он не просто Крутой И космический А в том Что он будет Приносить деньги Пойти в Сколково Тоже вариант Ну по большей части Для московских команд Найти деньги Там Тоже вариант Ну каких там денег Можно найти Пять миллионов рублей Двадцать миллионов рублей Спутник там нашел Два миллиона долларов Даурия На уровне Софинансирования Даурия Вложила 100 миллионов рублей Сколково Вложила 150 миллионов рублей Деньги Найти можно Немного Но для начала Деятельности Для создания Того самого Первого прототипа В принципе Найти можно А вот дальше Мы упираемся В потолок Который Который Вроде бы Удалось Пройти Только Азмериту Инвестиции В мире Даурия Изначально Создавалась Для поиска Инвестиций В мире И Команда Особенно Бизнесовая Команда Часть Даурии Много В этом Работала Но Ситуация В мире Изменилась Мы снова Стали Не дружить С Америкой А самые Большие Деньги На космические Проекты Можно найти Только там И все Попытки Поиска Инвестиций Там Практически Прекратились Теперь В Россию Оттуда Вклад По крайней мере В космос Никто Не вкладывает Собственно Санкции Сами по себе Не особо Повлияли Потому что Санкции наложили На электронику Космического Класса А Такие Микроспутники Околоземные Делаются Из индустриальной Электроники То есть Электронику Покупать Продавать Никто не запрещал Но Все равно И компании Уже смотрят Настороженно Сегодня мы Вам продадим А завтра К нам придут И скажут А что это Вы с ними Работаете Может быть Пока не сказали Но могут принять Новые запреты Которые коснутся Уже Поэтому Компании Уклоняются От любого Сотрудничества Американские Инвесторы Точно так же Не готовы Вкладывать В другой части Океана Будут отрезаны И возможность Получения денег От тех компаний Будет равна нулю Никто не готов Рисковать в этом Вариант второй Идти на восток И искать там деньги Еще труднее Потому что С Китаем Работать сложно Даурия пыталась Почти дошла До Соглашения Инвестиционного На условиях Совместной разработки Но все так И подзависло И уже год Движения нет И скорее всего И не будет Слушай Китайцам прежде всего Интересно Найти технологии Получив технологии Они тратят Всякий интерес К сотрудничеству К международному Госзаказ Точно так же Вот Даурии повезло Пришел госзаказ Вот на эти Микроспутники Все Это единственный Госзаказ Который государство Отдавало Частным компаниям Сейчас У Роскосмоса Забота Прокормить своих Дать работу Своим Своим Предприятиям И отдавать На сторону Какие-либо Заказы Ну совсем Не хочется Единственный Вариант Получить Госзаказ Это разработать Какую-нибудь Технологию Которая Роскосмосу Нужна И которой У Роскосмоса Нет Единственный Вариант Здесь Я могу Назвать Это Компания Спектролазер Они совместно С энергомашем Разрабатывают Они специализируются На лазерных Технологиях Они совместно Разрабатывают Ракетный Двигатель С лазерным Поджигом Топлива В камере Сгорания Вроде бы Продвигаются В этом направлении Успешно И Работа У них Уже серьезная И вот здесь Я отметил Да Пункт Который Не вяжется Ни с каким Принципом Ведения Бизнеса Но я считаю Что он важен И В российских Реалиях Лучше Всего полагаться На него Все остальное Менее Реально Поэтому Начинаем Нужно понимать С какой Сложностью Вы сталкиваетесь И Что Какие Задачи Предстоит Решить Любое Что бы ни Пришло Там Иностранный Инвестор Крупный Госзаказ Крупный Российский Инвестор В принципе Его можно Трактовать Как чудо Но Рассчитывать На подобное Изначально Создавая Компанию Не стоит Никто Вам не Гарантирует Что там Придет Какой Инвестор Скажет Даю тебе Чемодан Денег Чтобы ты Мне запустил 200 Спутников На такое Нельзя Надеяться Может быть Надеяться На такое Можно В той же Степени Какой Можно Надеяться На чудо И Если Компания Планирует Достичь Успеха Не полагаясь На везение Я Буду считать Если они скажут Что да Вот мы Сделаем Вот это Вот это И вот это Нам придет Успех Нам придут Деньги Мы заработаем И покорим Луну И что-нибудь Еще И при этом Они не полагаются На везение Полностью Рассчитали Как о них Все будет Я могу Сказать Что такая Компания Объективно Не осознает Сложность Поставленной Задачи Вот здесь Реально Если мне Скажут Вот я сейчас Начну А потом Повезет Если не повезет То не получит Еще Если повезет То мы сделаем Там и покорим Луну Вот с такими Уже можно Разговаривать Серьезнее По крайней мере Они хорошо Понимают Во что Ввязываются Вот Меня А да Если говорить О том Куда идти Реально В России Пока В космонавтике Если вы хотите А не ею заниматься Ради процесса То стоит идти туда Куда пока Не нужны Спутники И ракеты Услуги И сервисы Ну по сути Это синонимы Но Можно делать Либо то Либо другое Разными способами Делать Ракеты И спутники Можно Найти инвестиции На это Найти заказы На это Сложно Но можно Заработать на этом Пока Ну практически Равносильно Чуду Ну какую-то Там Как про Елини Тогда в свое время Кто-то сказал Хорошо У инженеров У ребят Какое-то время Будет интересная работа Вот на это Сейчас Можно Вполне Рассчитывать Но Зарабатывать Пойти В бизнес Космический В России В надежде На этом Зарабатывать Создавая Ракеты И спутники Это нужно Очень сильно Верить В чудо Вот на этом У меня Наверное Все Спасибо за внимание Вопросы Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры